Вадим Кахута 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 В планах как бы хочется на каждом из турниров сделать тот же all-time record. Как пойдет, как получится, ну, одному Богу известно, но хотелось бы. Ну, надо. Скажи, ну вот как раз если мы говорим о здоровье, на данный момент как себя чувствуешь? Вот именно сейчас великолепно. Даже не хочу ничего говорить, потому что эта подготовка, когда была, обычно две-три недели что-то случается. Ну, то есть, либо сустав дает о себе знать, либо грудь. Тут было то, что остается до турнира полторы недели, полторы недели. И, ну, я еще к отцу подхожу, говорю, что-то так все гладко идет. Прямо я это говорю, и на следующей тренировке все пошло негладко. Ну, за полторы недели, в принципе, тут врач один, да, помог, и тут на месте все подлечили. Ну, правильно я понимаю, что, ну, по твоим, во всяком случае, раскладам рекордов будет еще предостаточно? Ну, я думаю, долбить можно. Да я как-то говорил, что в сотке, блин, я как-то, какой-то год был, я говорил, что в сотке реально пожать самое большое, по-моему, 275, я говорил. В сотке реально 285 пожать. Прикинь, я сейчас как говорю, да? То есть, это я говорил, наверное, года три назад, вот, спустя три года, хотя я еще 275 не пожал, но на этом турнире можно было 75 идти, уже на этом турнире, не считая остальные. И я могу сказать, что в сотке 85 можно долбить. Хорошо, ну, тогда что, Вадим, пожелаем тебе удачи, дай бог здоровья, и в целом через две недели где будет соревнование? В Москве будет. Сейчас все турниры, в основном, перетащили в Москву, даже, ну, из Европы, там, это, ну, в основном Москва, 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 Москва. Как бы, есть такие, ну, там, и за рубежом, и Австралия Open есть, там, и Америка, там, ну, много чего есть. Но интересно, интересно, и, как бы, я всегда говорю, что просто судя, как судят там, ну, я не беру, например, Австралию, да, я там, там судим просто тоже адекватный, как у нас. Америка – это шоу, там просто, ну, я не знаю, ты же это вот в видеоролике смотришь, там просто, просто надо поднять. Команда, не команда, оторвал таз, ногами ешь, крутишь, вертишь, там главное поднять. У них считают любой жил. То, что на территории России проходит, это супер-турниры, то есть в правильности движений. Тут не засчитают то, что если ты без команды сделал, если ты отбил от груди, тут не засчитают. Особенно, когда вот Шийко судит Борис Иванович. Я вообще, я, когда он судья главный, ну, это самый такой жесткий судья в мире, я просто, ну, мне нравится, когда он судит. Потому что я все, вот это, что и как он судит, я на каждой тренировке это делаю. То есть все команды, гриф снял, подержал, опустил, видимо, и паузу сделал, поднял, подержал, штангу забрали. Я все это делаю, и для меня это, наоборот, как-то интереснее. То есть, другие, кто, ну, есть люди приезжают, они стараются сделать все побыстрее. Ну, тоже побыстрее делать, это и травмы, и, ну, нежелательно. Надо делать все как по учебнику. Вот этот джим 271, это был как по учебнику. Вадим, скажи, пожалуйста, ну, вот на данный момент, получается, ты же сам осознаешь, что, в принципе, в своей весовой категории ты борешься уже давно с самим собой. Да, нету, нету пока. Но это же как-то психологически, то есть, в общем-то, стимулирует рекорды, по большому счету. Бьешься только с природы, наверное. Нет, нет, это тяжело. Если бы чувствовалось, что вот-вот-вот кто-то, мне кажется, было бы повеселее намного. А так, ну, нету. Может быть, я там не говорю, что, ну, будет, может быть, когда-то это, ну, перебьют, это, не знаю. Но все равно все рекорды бьются когда-либо. Я, ну, пока выступаю, надо сделать столько, чтобы это дольше простояло. Ладно, Вадим, пожелаем тебе удачи, дай бог здоровья. И, я думаю, через какое-то время, может быть, опять уже встретимся. Все, спасибо. Спасибо.